Техно-вечер продолжается. Тот, кто правильно отвечает на легкий вопрос викторины, получает подарки, а этих числищиков будет аж целых два человека. Прямо сейчас тот самый Плюс вылез. Если говорить про него, то он прошел очень много этапов перед тем, как стать суперзеркой. Он и учился в романтичном коле, как ты помнишь, в Ушкале, да? Да, конечно. Затем закончил его, приехал в Нью-Йорк. Там ему вообще не давали работу, поэтому ему довелося играть в театре почти безкоштовно. Потом подпрацовывать еще барменов по ночам. Я не знаю, как у него хватало времени на все это. Можливо, поэтому он очень быстро в своем жизни полисил. Но все же стоит сказать также о том, что он еще играл на губной гармошке, в ансамбле, акселераторе. И это тоже достаточно интересно. Потому что представить сейчас Брюса Уиллиса, играющим на гармошке, это, наверное, просто что-то из области фантастики. Так же, как и IT-технологии в этом мире. Ну и, конечно же, он не забывал ходить по кастингам. Я всегда пребывал все в кино, и в результате его поменьшают. Почему? Поменьшают его не на кастингах, а просто біля барной стойки. До него подходят агенты, говорят, слушайте, там треба, ну, небольшая такая роль на 2 секунды. Бармены, интересно, давайте до нас. Он возвращается, приходит, его записывается, это совсем эпизодичная роль. И, наконец, на него смотрели и увидели, что у него потенциал, что удивительно, не супергероя, а просто обычного комика. Его берут в детективное агентство «Месячное светло». И, действительно, 1988 год после уже приносит успех и слава, конечно же, именно тот фильм, который мы все с вами знаем, «Крепкий орешек». Ну, после «Крепкого орешка» уже тут несложно было не забирать мега талантливого актера на другие роли. А потом диаграмма, причем вот такая, стрибаючи, потому что с початку вины, потом фейлы, вины, фейлы. Потом, в 94-м, играет, конечно же, Фентине Тарантино. Где он играет боксера, и это просто незабудная роль, которая поверта его в статус супердирки. И после этого он уже в якости комедиента майже не заявляется, а уже супермен. Да, и дальше, в 99-й год, шестое чувство стоит вспомнить этот фильм, потому что он открывает себя совершенно с другой позиции. Уже о комике, ты прав, никто не вспоминает. Ну, результате нагороды, слава, популярность, разлучение, как один из фейлев. Но при этом много детишек. Но помимо актерской работы, так же он еще и вместе с Арнольдом Ривкиным руководит кинокомпанией, которые уже выпускают третий десяток фильмов, между прочим. Я всегда с собой беру «Аура Эж-20». Это именно та электронная книга. Алилося, АЖ-2О, ты химия, мабуть, не учила. АЖ-20, а я сказала АЖ-20. АЖ-2О. АЖ-2О. Потому что эта книжка захищена. Вона захищена против води, против пилу, против бруду. И поэтому, действительно, можно брать на эту ванну, если вы желаете, або ж под душем читать, когда вы очень поспешите на работу. Цю читанку вы можете завантажить на 30 тысяч книжок и приглядать в любом месте. У вас выстежит вам на 2 месяца, если вы будете читать где-то по полчаса. И что до начального учения, то это лишь 4 гигабайта. А если вы желаете увеличить количество, то вы microSD-картку используете, и тогда ваша книжка будет поместить 32 гигабайта. Ну, я должна тогда восстановить свою репутацию и все же сказать, что действительно именно эта электронная книга способна создать конкуренцию самым продвинутым электрокнижкам, всех времен и народов. Друзья, наставь час вы наградите себя за уважность. Заходите на Нескафе с Вин Ван, МВан Ти Ви и обрадите правильную ответственность. И отримайте чашку то запас као в Нескафе Три Водному. И это прямо сейчас вы можете сделать, потому что сиюминутно я готова задавать вопрос. Итак, какая высота Эйфелевой башни? Итак, 103 метра, 301 метр или же 991 метр. Вспомните, пожалуйста, потому что мы как и в истории об этом слышали, так еще и в стартап-шоу сегодня. Как всегда, выбираем два победителя. Первый, тот, кто накликал первым правильную ответственность, а потом выбираем всех, кто правильно ответит, и рандомно выбираем еще одно предназначение. А сегодня нам было интересно узнать, рибутят ли наши звезды. Рибутить. Когда ветер на спокойной воде, ветер сильный дует, вода рябутит. Перезапускатель. Перезавантажение, что из этой истории. А где вы перейдете эти слова? Завтра у нас будет множество нового и интересного, поэтому включайтесь в 2.30. И если вы будете с нами, значит, завтра мы снова будем шуметь, шуметь, шуметь и повышать ваш уровень IQ. Не забывайте об этом. Также вы еще будете получать подарки. Все, Сань, пойдем, а? Все, мы пришли. Bye. 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 Bye.